Дупстейлз Кто не помнит о чем была первая часть, ссылка на нее будет в закрепленном комментарии. Поехали! Не стоило мне так много плакать. Теперь у меня болят глаза и не в состоянии уснуть. Может, та музыка, которую написал Лука, поможет мне уснуть? Он сказал, что написал ее недавно, и Адриан хвалил ее. Что ж, заоценим. Даже не верится, что ее написал Лука. Она действительно меня успокоила. Его музыка такая красивая. Но... Что это за чувства? Я должна ему что-то написать. В конце концов, я должна рассказать ему, что думаю о его музыке. С тех пор, как ты вернулась с вечеринки, ты не прекращаешь улыбаться. И как вы провели время с Роуз, хорошо повеселились. Ага, было круто. Послушай, Лука, ты уверен, что все в порядке? Я про Адриана и Маринет. Глупышка. Глупышка. Не волнуйся за меня. Я в порядке. Лука. Не могу поверить. Даже Джулика догадалась. Неужели все так очевидно со стороны? Но я... Может, написать Маринет сообщение? Или она уже спит? А? Кагами? Привет. Я просто хотела сказать, что только что послушала твою музыку. Я думаю, она очень красивая. Даже не знаю, как выразить словами все мои чувства. Я не сильна в том, что касается похвалы, так что скажу просто. Ты очень талантливый, и твоя музыка сделала меня сегодня счастливей. Это все. Доброй ночи. И почему я так обрадовался? Не думал, что Кагами может быть такой милой. Это же было нормально и совсем не странно. Верно? Ты что, решил научиться спать с открытыми глазами? Я не могу уснуть, я все думаю о Маринет. Я знаю, что не должен думать о ней иначе, как о своем друге, но... Мое сердце начинает биться чаще, когда я думаю о ней. Что мне делать? Ну, не значит ли это, что тебе теперь нравится Маринет? Конечно нет, ведь... Позволь я угадаю, ведь она просто друг, верно? А разве Кагами не была твоим просто другом? Сначала Леди Баг, потом Кагами, теперь Маринет. Чувак, мне кажется, у тебя проблемы с девчонками. Знаешь, как бы там ни было, ты можешь подумать об этом завтра. А сейчас просто иди уже спать. Все в порядке, Плак. Ты выглядишь раздраженным. Скажем так, ты задолжал мне большую гору сыра. Прости, я не знал, что ты все это делал для меня. Хватит болтать, лучше принеси мне мой камамбир. Маринет, с тобой точно все хорошо. Я же говорила тебе уже, Тики. Я в порядке. Ты уверена? Тики, мне кажется, все безвозвратно испорчено. И эти дурацкие фейерверки. Но почему они начались именно в тот момент? Они, конечно, были очень красивые, но... Мои друзья так помогали мне, а я все испортила. Наверняка они полностью разочарованы во мне. Я уж молчу про Луку. Что я за подруга? Я ведь даже не додумалась спросить у него, было ли ему со мной весело. А что, если он ужасно провел время и просто не стал мне об этом рассказывать? Мне так жаль. Я хотела бы помочь тебе. Ты только не плачь, Маринет. Твои друзья любят тебя. Я уверена, они нисколечко не обижены. И что действительно важно, ты попыталась. А еще, ты отлично провела время со своими друзьями. Особенно с Адрианом. Спасибо, Тики. Ты всегда знаешь, как поддержать меня. Наверное, я должна испечь для друзей что-нибудь вкусненькое. Навряд ли они откажутся от моих знаменитых макарон. А, где это я? Адриан? Я не понимаю. Это сон? Послушай, Маринет. Я... Я думаю, ты мне нравишься. Так и есть. Это всего лишь сон. Мне бы только решиться на это. И почему так трудно сделать первый шаг? А? Той ночью ни один из них больше не уснул. Но кто знает, может однажды сон станет явью. Ребята, можете подождать меня минуту? Шнурок развязался. Ты уж извини, я не особо крутой дизайнер. Но я очень старался. Надеюсь, тебе понравится, Меледи. Ты серьезно думаешь, что я надену это? Меледи. Есть кое-что, что я хотел бы у тебя спросить. Но ты должна пообещать мне, что не расскажешь об этом Маринет. Потому что, если она узнает об этом, то наверняка больше не захочет со мной разговаривать. Хорошо. Я не скажу ей. А в чем дело, кот? Я видел ее трусики. Что? Это не то, что ты подумала. Это вышло не специально, клянусь. Но видишь ли, на ней были те трусики, которые я сделал для тебя. И я тут подумал. А почему ты отдала их ей? Ну, я же уже говорила тебе, что не надену их. Так что я решила их подарить. Но почему ты подарила их Маринет? Разве что... Кот, я... Маринет влюблена в меня? На этот раз по-настоящему? Че? Слушай, а почему ты выбрала своим супергеройским именем Леди Нуар? Почему не Киса Нуар? Киса Нуар? Ты спятил? Это же звучит ужасно. Просто признай, что ты выбрала Леди Нуар потому, что тогда я смогу продолжать называть тебя Моя Леди. Нет. Вау, Маринет, вы с Адрианом работаете так слаженно, а вы знали, что это один из признаков истинной любви? Классно подмечена, Аля. Вау, Леди Баг, вы с котом Нуаром работаете так слаженно, а вы знали, что это один из признаков истинной любви? Это все вранье, Ренаруш. Все в порядке, Леди Баг. Ты словно в воду опущенная. Не хочешь поговорить об этом? Ну, ага. Дело в том парне, которого я люблю. Я пыталась признаться ему снова и снова, но каждый раз все оканчивалось провалом. Наверное, я просто неудачница. Этот парень снова. Прости, что жалуюсь и снова поднимаю эту тему. Я знаю о твоих чувствах и это довольно грубо с моей стороны говорить с тобой о нем. Вот, возьми это. Мой очень хороший друг подарила этот талисман удачи мне. Думаю, тебе он придется кстати. Можешь легко одолжить его у меня. Я уверен, она не отказала бы в помощи Леди Баг. А за меня не переживай. Меня всегда преследуют неудачи. В конце концов, черный кот это синоним неудачи. Но Леди Баг должна приносить только успех. Ух ты ж ежик. Вот черт, теперь ты плачешь. Это из-за моей подруги Маринет? Не переживай, она просто друг. Я уверен, она не будет сильно переживать о том, что я... Не в этом дело. Видишь ли, мне не нужно одалживать твой талисман удачи. Потому что у меня уже есть мой... Адриан. Только у Маринет может быть такой талисман. Похоже, Маринет не такая уж неудачница. Ведь у нее, наконец, появилась прекрасная возможность признаться в своих чувствах парню, которого она любит. А я, кажется, самый удачливый черный кот на всем свете. Очень милая и романтичная история. Надеюсь, она заслуживает вашего лайка. Ставьте обязательно, если хотите видеть больше таких видео. На Леди Блоге вас, как всегда, ждут продолжения комиксов, которые еще не добрались до видео. Заходите, ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать обновления. Меня зовут Артем, вы на канале Дупстейлз. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok